во вторых она нас будет интернет у меня здесь как бы не супер быстро работает значит сейчас я поставлю сразу делиться экраном меня слышно сейчас хорошо друзья следите за вашими микрофонами чтобы у нас запись получилась хорошая и звук был хорош так друзья видно мой кран значит смотрите так как мы уже на финишной прямой да и все имеют какой-то уже результат свой финансовый результат это прекрасно но как говорится пока есть несколько месяцев чтобы посмотреть что и когда что потом но не пришлось разводить руками ахо я думаю у меня акции больше ахо я думаю у меня тут все правильно оформлено давайте сейчас посмотрим что необходимо сделать прямо вот сегодня не откладывая может прям после нашего совещания и я вам предлагаю провести аудит личных кабинетов значит первый вопрос такого организационного плана вам необходимо проверить правильность вашей электронной почты в кабинете акционера правильность заведенного никнейма потому что для компании это тоже вид связи с нами и некоторые следят в чатах за происходящим кто-то например не следит да и может вообще пропустить момент очень важный поэтому никнейм необходимый у нас есть заведен уже с некоторых пор знаете вы не знаете когда вы заходите в бизнес-центр ваш да то сразу там по умолчанию выскакивает упоминание введите никнейм ваш профиль а как это выглядит вы заходите ваш профиль проверяете электронную почту вот у вас в самом низу профиль до зашли персональные данные проверили почту телефон почта должна быть рабочий именно ваша в которой у вас есть доступ и никнейм который вы ввели никнейм это когда вы заходите в телефон свой в джем тоже никнейм это именно ваш никнейм в мессенджере он есть у каждого пользователя мессенджер и вас тоже заходите в профиль и там прям сразу под вашим профилем будет красная надпись собакой там у меня например написано собачка тарасова татьяна собачку мы здесь не пишем потому что собака она не даст сохранить запишите например сразу там тарасова татьяна ли там ваш никнейм у кого-то на фиалка именно тот никнейм который у вас в мессенджере значит дальше вы заходите в кабинет акционера и делайте юридический аудит значит как попасть кабинет акционера все надеюсь знаю да можно по прямой ссылке можно разместить в чате могу разместить час в чате а можно из кабинета нашего бизнес-центра заходите в раздел финансы мои финансы и там где у вас идет баланс там баллы и дальше идут виды акций из любого вида акций ссылка активно перейти переносит вас в кабинет акционера наши кабинеты акционера как кабинет бизнес-центра они нас обновились нового года можно пользоваться как старой версии так и новый вот в новой версии более удобный кабинет акционера на мой взгляд потому что здесь появились очень четко три три подрубрики поскольку был три этапа финансирования и все партнеры кто покупали акции до 9 мая 19 года у них есть акции с первого реестра акции джим фами кто покупали акции с 9 мая 19 года или может быть даже вы их не покупали но вас вам их точно дали в подарок потому что компания дала всем владельцам акции джима акции маркетспейс они у вас точно есть это второй реестр кто покупал после 9 мая 19 года до 3 января 22 года это были акции маркетспейс и с 3 января 22 года то есть год назад у нас появился уже объединенный реестр номер 3 джим фами маркетспейс и вот в нем как раз у нас саккумулирована и верификация и документы и общий сводный сертификат еще раз коснусь то что все акции всех реестров они абсолютно равноценные и они сделаны только для того чтобы разделить как а потому что всех был разный как а на на этапах финансирования и вот эти три подреестра у нас так и существует исключительно для этой цели но акции абсолютно в одном реестре когда мы будем уже получать деньги они все объединенные будут в единый реестр значит но здесь вы видите что общее количество акций у вас видно в последней табличке вот на данном слайде вы видите что общее количество акций 849 в том числе акции в первом реестре а вернее в третьем реестре и видимо какое-то количество акций есть во втором реестре человека далее значит что здесь мы смотрим здесь мы смотрим все документы сертификат в нем мы проверяем персональные данные общее количество сверяем вот чтобы здесь было написано в правом верхнем углу шерсть это акции до 849 должно стоять проверяем адрес как написано ваши фамилии имя и так далее если все совпадает хорошо если например вы только вчера покупали акции или допустим у вас пришли бонусные акции в сертификате они пока не отразились это ничего страшного потому что актуализируется реестр примерно раз в несколько дней раз неделю даже поэтому если это об этой цифре речь что можно не волноваться проверить через пару дней значит то что еще могу сказать вам что в документах которые у нас есть у каждого акционера кто прошел верификацию естественно все документы с вашими персональными данными справа вы видите напротив документа есть глазик то есть это означает что можно посмотреть документ и справа символ скачать я рекомендую все свои документы скачать в отдельную папочку может даже на флешку пусть она у вас будет где-то на компьютере значит какая который у нас справка по кк до или скажем договор который компания выпустила фиксируя ваш коэффициент или ваш класс акций этот документ оформлен у вас и он включает все три ваши реестра с вашим уровнем как а вот такая вот справка по кк находится в разделе документы акционера может быть не все ее видели может быть потому что раньше она выглядела по-другому сейчас здесь все три реестра с количеством акций вы также можете проверить по трем реестрам какой у вас количество акций и какой у вас кк если что-то вы в чем-то не уверены или в чем-то у вас есть несовпадение вы пишете в техподдержку что прошу уточнить вот если вдруг вы сомневаетесь так или не так то прежде чем писать всех поддержку я рекомендую проверить самому свои покупки свои бонусы но чтобы не загружать их поддержку просто тогда что мне кажется что что-то тут не так а вы должны аргументированно понимать что не так я думаю что все знают как проверить покупки есть во первых личные покупки у вас бизнес-центре как раз в рубрике покупки история покупок а в кабинете акционера у вас есть как раз вся история хронологии начисления акций как приобретенных что вы можете сверить так и бонусных это все акции которые получили по маркетингу либо по промоушенам и и так далее и также там все есть в хронологии с датами и со всем остальным так что вот коротко если то тогда вот по юридическим вопросам прошли и еще что у нас тут еще требуется аудит у нас финансовый что на мой взгляд очень важно да и я советую вам всем просчитать прогнозируемую доходность то есть базовую плюс бонусную мы много раз касались как будет считаться будущая доходность да потому что еще раз коснемся что она она прогнозируема она не является заявленной но есть у нас финансовая модель на основании которой мы можем ее прогнозировать до при продаже за 40 миллиардов долларов мы примерно можем сориентироваться дай посчитать какой какой я получу акционерный доход значит еще раз давайте по юридической основе а все документы проверили как только компания вам даст добро до что заявить реквизиты вы должны четко вовремя заявить все ваши реквизиты куда вы будете получать деньги вот для этого нужно чтобы у вас была и почта актуальные телефоны никнейм и ваша задача если вдруг у вас персональные данные менялись да то я тоже рекомендую их актуализировать изменения в реестре стоит 5 евро как сервисный сбор да как пошлина вы пишите в техподдержку в тикет что у меня поменялось там фамилия или адрес прикладываете скан этой страницы паспорта а с уже подготовленным переводом на английский язык заверенном бюро переводов это реально заверение не требуется просто лицензированное бюро переводов пишите в техподдержку письмо по содержанию прикладываете два документа но скан и перевод и пишите что 5 евро списать со счета вот такая процедура если вдруг изменить нужны персональные данные просто заранее вспомнил верни сразу не вспомнил не уж можно вопрос можно а вот смотри если по возрасту меняется например 45 лет паспорт тоже прикладывается конечно паспорт на вас как новая верификация проходит вы полностью сканируете новый паспорт из новый документ конечно нужно новый документ все это по процедуре то же самое переводите пишите прошу принять сведения и пишет прикладывайте два документа а еще вопрос можно а если верификацию еще я например не прошла а там адреса сменился тоже нужно также делать или как нет если вы не пишете верификацию то у вас ничего менять не надо вы сразу пишите актуальные все информации у вас актуально то же компания не знает какая она у вас было до этого а все спасибо а документ еще не поданы я так понимаешь на верификацию да нет нет я только паспорт получил вот когда значит никаких старых моментов они не знают не имеете ничего там все хорошо спасибо спасибо так коллеги значит дальше мой экран виден да ты сейчас переключался на чаты да видно а спасибо значит смотрите давайте теперь про аудируем финансовую составляющую на какой доход можно рассчитывать при вот этом подходе про который мы рассказывали даже одна часть нашей доли при продаже вот на данном слайде вы видите прогнозируемый доход при продаже за 40 миллиардов долларов по европейскому законодательству половина денег который принадлежит нам то есть 20 миллиардов компания может направить на бонусы то есть ровно половину это не скажем не менее половины компания должна распределить в равных долях между всеми инвесторами то есть такая уравниловка что и даст нам базовую доходность 1 1000 долларов поняли как это произойдет да если мы 40 миллиардов делим пополам имеете ввиду пола пополам потому что администрации половина доли то 20 миллиардов это наша часть который принадлежит частным инвесторам эти 20 миллиардов делятся пополам половина уходит 10 миллиардов на вот эту уравнительную расчетную базовую доходность если мы говорят уж на 10 миллионов акций у частных инвесторов да то как раз это и есть один одна акция дает 1000 долларов а вторые 10 миллиардов от нашей доли от доли частных инвесторов распределяется на бонусы согласно к к по средневзвешенной формуле какой будет вот этот шаг скажем да будет плавная шкала вознаграждения от 1 до 10 там даже от 0 25 от 0 25 мы не знаем но есть понимание что максимальный класс 10 это будет максимально выгодная доходность поэтому здесь вот просто как пример взят что было понятно как выглядит вот эта плавная шкала вот если ее посчитать очень скажем так пессимистично да по самой там жесткой схеме то примерно скажем x1 вот этот вот этот шаг да будет 160 долларов примерно то понятно что при классе 10 это будет 160 умножить на 10 при классе 5 это 160 умножить на 5 вот на этом слайде как раз как пример вы видите еще раз подчеркну что это ожидаемая примерная расчетная модель которую нельзя никому заявлять показывать это исключительно для понимания как будет рассчитываться доходность акций для вас и возможно для тех инвесторов которые будут с вами сидеть тет-а-тет и вы можете такую нарисовать эту схему но не более чем чтобы это не выглядело что в каких соцсетях уже начнут размещать что вот такая доходность компания обещает это очень мы можем ну как бы компания навредить таким образом очень осторожность этой информации исключительно для личного пользования значит теперь можно посмотреть из этих соображений на прогнозируемую доходность да я не стала бы сильно заостряться на этой таблице просто вы можете для себя каждый посчитать есть у вас 54 акции до какой-то может быть доход и достаточно ли вам до при уплате налога при оплате всех там издержек связанных с налоговыми консультантами если речь идет о больших деньгах то это скорее всего упаковка в траст необходимо будет да чтобы деньги были супер надежно защищены сохранены включая там до последующих наследников которые могут очень быстро капитал как бы не по назначению скажем используете ли не так как вам этого хотелось поэтому вот такие вот доходы можно ожидать и кто был в планерном у нас и мы часто использовали одно время в своих презентациях да как будущую доходность рассчитать и здесь вот у меня есть тоже слайда по стратегии пассивного дохода даже когда мы получим деньги с вами когда мы получим деньги важно не просто купить себе как говорится дома яхты пароходы а важно в первую очередь создать пассивный доход почему потому что если накупить очень дорогих активов то порой люди обслужить эти активы не на что да если они неграмотно распорядились капиталом поэтому первое на что стоит это просто как совета ни в коем случае не рекомендация ни в коем случае не указание какой-то а просто для размышления что сначала нужно пассивный доход который вам позволит жить как вы хотите где хотите я думаю сами многие это все понимают и вот здесь примерный доход ренты дали скажем пассивный доход в долларах в месяц здесь вот можно обратным счетом посчитать здесь заложена модель при размещении депозита в супер скажем такой действительно даже есть написано размещение в самый консервативный инструмент в какой-то там трафт банк под пять процентов годовых какой можно ну понятно что это супер защищенные надежные не высоко рискованный какой-то инструмент может быть их будет несколько но в среднем для понимания если вы с ваш депозит размещать под под пять годовых спите спокойнее о чем не думаете то чтобы получать скажем 10 тысяч долларов в месяц это такая мне кажется комфортная сумма для большинства людей 10 тысяч долларов в месяц то необходимо иметь 200 тысяч акций 2 400 тысяч акций здесь расчет исходя из тысячи долларов за одну акцию то есть совсем совсем такой базовый заложен расчет понятно при том что у нас какая 10 дает более высокий более высокую конверсию скажем в данном случае достаточно тысячи акций будет на мой взгляд но не то что достаточно тысячи акций хватит для обеспечения вот этой ренты а понятно вот этот расчет от обратного да то есть как он по щит если вы имеете скажем как на данном слайде 2400 акций и доход они дадут тысячу долларов за одну акцию то 2 400 2 миллиона 400 тысяч долларов вы размещаете в какой-то там консервативный надежный защищенный инструмент это может быть депозит в банке но самое банальное облигации там какого-то госзайма и так далее да то что на ваш взгляд будет очень надежно то вот под эти пять процентов годовых вам будут давать доход вот этот ваш депозит но зато он будет надежно защищен это не какие-то экстраординарные супер доходные инвестиции которые могут дать капитал конечно мы будем тоже как говорится использовать разные инструменты да но нужно отдавать себе отчет что основная масса должна денег лежать все-таки находиться более 50 процентов в консервативно защищенным каком-то вот или траст это будет да или это будет какой-то серьезный банк вот все остальное пожалуйста для азарта для адреналина для опыта можно поддерживать стартапом этим тоже будем заниматься но вот это нужно в первую очередь обеспечить себе вот такой доход а дальше уже можно покупать дома активы помогать кому-то делаться фонды и так далее что тоже очень как бы важно вот друзья значит это что касается ваших кабинетов в части финансового аудита поэтому сегодня вам прям рекомендую настоятельно посмотреть что у вас не хватает дкк 10 да потому что если у вас был их реестрах не десятка то вы за счет того что в третьем реестре вас будет класс 10 вы на максимальную на максимальный уровень поднимите ваш будущий капитал по крайней мере это все что в ваших руках да то что уже нельзя изменить и сделать но уже нельзя а то что можно сегодня еще предпринять довести до десятки и самое главное если у вас будет в третьем реестре максимальное количество акций с классом 10 то так как у будет рассчитываться усредненный кк по средне взвешенной сумме то есть удельный вес ваших акций с классом 10 он перетянет на себя более высокий кк соответственно вам нужно подумать и рассчитать примерно что если у вас например получается коэффициент сегодня там 7 8 6 то чем больше у вас акций будет с классом 10 тем больше ваш капитал общий суммарно вы получите и так как сейчас еще до 6 февраля идет промо удвои как а до удвои какая-то значит в два раза меньше нужно ресурса в два раза меньше нужно потратить сил алло миром ахо я так и подумала так друзья я опять с вами так вот поэтому пока такой шанс есть можно вот даже представьте кто-то вашем окружении сидит и ждет вас вашего предложения вы только просто может быть пока об этом не подумали человеке то есть он до 6 февраля покупают суперпак потому что сегодня самая выгодная покупка то вы получаете класс 10 если у вас его не было если у вас уже класс 10 и вы вспомнили про какого-то вашего близкого человека то вы получите плюсом 100 акций за повторный как а 10 потому что сейчас еще идет у нас промоушен на опцион из при помощи опцион он также на какая влияет если вы может быть нет у вас опционы и вам очень там не хватает денег или кому-то нужно помочь обращайтесь иногда бывают у нас опционы которые не успевают партнеры использовать и с благодарностью передают вот поэтому если кому-то нужен опцион мы поможем поспрашиваем то что у нас очень много информации аккумулируется и чей-то опционы мы передаем но форсаж заканчивается у нас 6 февраля поэтому я думаю не будем о нем грустить и горевать да кто успел сделать циклы те вообще молодцы очень хорошо набрали портфель акций до 6 февраля еще если есть незакрытые циклы то есть смысл их закрыть да потому что это на самом деле даст вам тоже бонус из акций вот друзья если есть какие то вопросы то спрашивайте по этой теме да и я сейчас тогда отключаю экран или пока пусть он у меня будет у меня вопрос можно надо да вот симку поменяла это сложно это сделать писать нужно службу поддержки а у вас вообще поменялся телефон да симка другая да если у вас телефон другой а тут уже не на связи вам нужно написать обращение всех поддержку приложить фото паспорта именно фото просто одного разворота что вы это вы и написать просьбу поменять телефон да потому что сами бы не поменяется только через тех поддержку спасибо вот такие вот дела так что друзья вот то я вам настоятельно рекомендую проникаться уже как бы моментом да потому что у меня экран не отключили проникаться моментом подготовки получения нашего дохода вот так же к фокусируюсь еще раз на работе в офисе в московском у нас в не во многих городах есть офис в казани есть офис есть партнеры наши которые в городе казани живут там очень мощная команда работает в краснодаре а вот оля кудинова поделилась с нами информацией что офис работает тоже москвы у вас партнера то можете тоже присоединяться до гостей людей важно чтобы они просто предупредили куда ничто как говорится использует вот этот весь который у нас есть в целом в команде по краснодарскому офису ольга просила если вы будете присылать партнеров с гостями то обязательно там руководителем офиса говорить от кого какая ветка кто кто вышестоящий спонсор ну чтобы во-первых если придут гости без партнеров чтобы было понятно что они присланы кем-то что вы подключили именно под вас если люди примут решение подключаться в москве то же самое присылайте своих из других веток мы все рады всем гостям позже чтобы говорили кто кто пригласил в офис так ну все друзья тогда наверное я заосновлю запись спасибо за тем можно пожалуйста вопрос да это наталья из бишкека здравствуйте всех привет спасибо м Продолжение следует...